Привет, дети! Мы вернулись в Супролэнд, даже несмотря на то, что мы её прошли! Из превьюхи ты уже понял, что сейчас будет происходить. Мы добьём Супролэнд до 100%. О, максимум монет Х2. Берём статистика. Тоже возьмём. На халяву бы, чё и не взять-то? Показывает вам больше интересной статистики в меню. Ху, ну может быть пригодится. Сейчас, на данный момент, игра пройдена на 75%. После финала мы просыпаемся у себя дома, и у нас появляется возможность побегать ещё по этому миру, пооткрывать сундучки, поискать дохлых чувачков. И всё это нам необходимо сделать для того, чтобы выполнить последнюю миссию. Будь одержимым перфекционистом. То есть пройди игру на 100%, открой всё, что здесь есть. И вот сегодня мы этим и займёмся. Ты посмотри-ка, у нашего торгаша появились новые предметы. Дорогие такие. Скорость х1.5. Берём. Чё, блин? Синий чувак в красном виле? А чё шуеть? Ээээ... Счётчик сундуков. 337 коинцев. У меня 581 коинцев. Что-то одно могу купить. Да вот это возьмём. Эта кароль штука увеличивает радиус отслеживания сундуков на 100 метров. Войш пипу кайфу буду теперь сундуки искать. И да, сталь я до сих пор ещё не умею плавить. Об этом чуть позже. О, маман с папан. Почему ты не говорил мне, что мистер Чудо твой отец? Божечки. Смейные разборки. Я не особо им горжусь. Вот этот поворот, маман. А, но она повторяет то же самое. Ебать, то же самое говорит. Эх, а такая завязка была. Интрига, интрига. И всё провалилась. Так, здесь у нас до сих пор долбится об ластик два чувака. Не могут понять, почему ластик двухсторонний. Даже если синие крутые, я всё равно не могу понять, зачем ластику синяя сторона. Да, а почему она вообще не фиолетовая? О, после мистера Чудо у нас теперь речь зашла о фиолетовых чувачках и вообще о фиолетовом цвете. Ладненько. Давай включим детектор. Смотри-ка, сразу запищал. Где-то рядом есть сундук. Где сундук? Сундук где-то под нами. Надо копать. Кирпич мне в кроссовок. Он по-любому где-то под нами. Как его достать? Чёрт подери. Этот пигающий детектор мне сейчас взорвёт мозг. Так. Мы потеряли сундук. Мы отошли. Мы вернулись. Он пищит сильнее. Где-то по-любому должен быть проход. Подкоп. Я не знаю, что это должно быть. Чтобы подлезть туда, под низ. Надо искать. Опа. Пиксельный блок. Вот ты где проказник. Прятался он от меня тут. Смотри-ка, детектор всё равно пищит. Где-то рядом ещё один сундук. В рот мне ноги бутылка сока. Я его отыщу. Он где-то рядом. Детектор привёл меня в мой дом. Боже мой. Сигнал усиливается. О май гадь, неужели я дома скрывал сундук? Где он может быть? Погоди. О, нифига себе карта. Какая крутая у меня дома есть. А она тут всегда висела? Или только после финала появилась, а? Это, короче, карта прыгпанели, я так понял. Сундучок. Ты где? А, так у меня чердак есть закрытый. Тайный чердак. Как же туда попасть-то? Давай домика бежим, посмотрим. Погоди, через трубу. Давай через трубу залезем, как Санта-Клаус. Отлично. Я наверху. О, труба слишком узенькая. Туда гранат не пролетит. Чёрт подери. Надо искать другие пути. Короче, сейчас мы с тобой счетрим чуть-чуть. Нам нужно, чтобы пушка немножечко залетела за доски. И пульнуть гранатку. О, получилось. О, нашелся ты, мой сундучелло. От меня ещё, якорный, никто не смог спрятаться. Даже ты, деревяха. Ха-ха-ха. О, только сейчас секретную зону запилик. Чё, блин? Здесь окошечко было? Вон, как туда можно было попасть-то, а? Я всё усложнял, как обычно. Тьфу ты, ноты. Ты чё, сантехник, что ли? Не сомневайтесь в вашем детекторе сундуков. Спасибо тебе, конечно. А то я уж думал, он у меня сломался. Пиликает тут, пиликает чего-то. Сундука-то нету. Точнее, он есть, но он открытый. Какая-то аномальная зона. Чтоб её. Вот он, сундук. И как я только к нему подхожу, детектор просто сходит с ума. Блинский. Без полбутылки сока не разобраться. Погоди, а чё тут доска делает? Это чё, скрытый пол, что ли? Ну-ка. Твою ж налево. Я уж в этом подвале посидеть успел, пока головоломку перешил. Ага. Надеюсь, здесь что-нибудь ценное. О, доски, которые ломать можно. Хм-хм. Хитро. Тьфу ты, ну ты, меч плюс три. На кой чёрт его так прятать, чтобы меч плюс три получить? О, трубу-то починили. Ты глянь-ка. Она тебе как новенькая. Значит, по ней теперь водичка течёт. Копать меня не прикопать. Сколько здесь воды. Здесь как бы это, потоп. Чё-то пошло не так. Чувак, что происходит? Хе-хе-хе. У этой воды какой-то странный привкус. Ты случайно не знаешь, что придало ей такой особый вкус? Чувак, если я тебе расскажу, боюсь ты её вообще пить перестанешь. Ну, в общем, её, короче, жирный пердун пропердел. И теперь она со вкусом пердежа. А ещё он на этой воде жопой своей сидел. Так что, как-то так. Настало время разъяснить тебе, что сейчас будет происходить. Дело в том, что во время прохождения игры не всё попадает в выпуск. Кое-что приходится вырезать, чтобы сократить видео. И вот сейчас эти кое-какие части ты увидишь. Смотри, куда взобрался. Это наша деревня с тобой. А вот это чан, из которого выходит радуга. И куда-то улетает туда. Мы попробуем в этот чан взобраться. Я так думаю, что он металлический. Ага, точно получается, смотри-ка. Забираемся наверх. Итак. Вау! Ух ты, нифига себе. Два сундука, один убер-огроменный, а другой, смотри, какой маленький. Сто в нём. Максимум монет. А чё в этом огромном? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О-о-о, куча монет просто. Сейчас они снова забьют мою сумку. Хотя нет, не полностью. Хм, я, если честно, думал, там что-то будет очень крутое. Как обычно, разочаровался. Это, короче, кастрюля была. Смотри, мы только что побывали в кастрюле. Ясно. Значит, нашёл ещё один тайничок. Мне кажется, что там будет у нас, знаешь чё, бочечка. Берём кристаллик. Красим его в фиолетовый цвет. Ага, ништяк. Теперь пойдём возьмём мух с нашего огорода. Ну, это, конечно, сложно назвать огородом. Это какое-то болото. Забираем мух. И погнали. Вот эти вот морковочки. Мухи их съедают. Мы сюда заходим. А здесь сундук. Так, только скелеты меня бесят. Ништяк. Открываем сундучок. Меч урон плюс три. Сейчас съедим ещё вот эту морковку. Вау, тайничок. Кто это? Кажется, этот суперагент вышел из моды. И ему больше не понадобятся его ботанические очки. Теперь они будут собирать пыль на полке у вас дома. Смотри, куда я взобрался. Ты помнишь это место? Это, короче, хоромы короля Синвили. А это бочка огромная, где стоял паренёк. Куда же мы сейчас спустимся? О, пустота. Дорожка какая-то есть. Ладно, давай спустимся, посмотрим, куда эта дорожка приведёт. Вижу трубу. Пойдём по дорожке. Надеюсь, я сюжет не сильно опережаю. Шёл я, короче, по дорожке, шёл. А здесь вон вода. Огромное количество воды. Вау. Видал, да, меня как обратно телепортнуло быстро? Смотри. Чпуньк. Ну, если воду нам нельзя, то мы воспользуемся вот этими штуками. Бум. И перелетим. Вот так вот этот океан. Из воды. О, чёрт. Вот так-то. Чё в этом сундуке? Надеюсь, не монеты. О, счётчик над гробей. Нифига себе. Теперь вы можете видеть количество оставшихся точек возрождения врагов. Могилы и адские кратеры. Короче, лазю я тут, лазю по вершинам. Вон там, вон деревня красных. И смотри, чё нашёл. Кто это такой? У него значок мастера супрабола. Ну-ка заберём. Космический командующий. Опс. Скотти забыл его. Хм. Прикольно. Ну ладно, ещё одна игрушка у меня в коллекции. С появлением транслокатора у нас появилась возможность сбираться туда, куда раньше нам дороги были закрыты. Например, вот сюда. О, да. Почти в жерле вулкана. Как здесь потно и дымно. О, монеточки. А что, собственно, здесь у нас есть? Местов нет монетки, сорямба. Здорово, чувак. Ну ты сюда и взобрался, конечно. Ужасное место. Чё скажешь? Я не мог больше оставаться в Синвиле. Им там всем промыли мозги. О, чувак. Ты единственный, кто это понимает. Уважок тебе и респект. Чё за рычажок? Ага. Он вот этот металл опускать поднимает. Значит, нам нужно забраться наверх. А здесь у нас... О, сундук и монеточка огромная. Чё в сундуке? Кусок луны. Красные луны. Здорово, это нам пригодится. О, чувак отдыхает тут на вулканчике. А чё, на вулкане можно тоже отдыхать. Кто-то на травке лежит, кто-то на раскалённых камнях. Волосы силы. Этот герой с шипастой прической, похоже, переборщил с усилением. Вы берёте с собой его волосы. Чувствую себя каким-то, знаешь, очень странным чуваком. Постоянно нахожу каких-то дохликов и чё-то у них забираю. Субтитры сделал DimaTorzok